Добрый вечер. Это подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы возвращаемся в эфир и начинаем новый политический сезон. Пожалуй, самый сложный за последние годы. Впереди выборы и сразу три порции. Сначала президентские, потом парламентские, а потом и местные. В этих компаниях решится не просто то, кто будет управлять страной в ближайшие пять лет, но и какой курс будет у государства. Ставки настолько высоки, что методы политики уже не выбирают. Первая парламентская неделя этой осени показала, что схватка будет жестокой и максимально скандальной. Причем учтите, за всеми этими, так сказать, телодвижениями пристально наблюдает МВФ. О первых залпах грядущих выборов Елена Зорина. Посвежевшие, отдохнувшие и загоревшие, они снова возвращаются к работе. Новый политический сезон с привкусом выборов. А значит, впереди традиционно легкие интриги, море обещаний и настоящие баталии. Планы у нардепов грандиозный бюджет, вопросы безопасности, евроинтеграция и еще изменения в Конституцию. Потому уже с первых дней понятно, этой осенью под куполом будет жарко. Депутаты, видно, соскучились по вниманию и телекамерам. Как я могу вам отмолвать? Просто народных сегодня. Но явно не по работе. Едва находят голоса для утверждения повестки на неделю. Настроить депутатов на рабочий лад пытается спикер. Мы входим в год, когда будут выборы и президентские, и парламентские. И много кто говорит о том, что политические эмоции могут повредить полноценной и полноморной работе Верховной Рады Украины. Но я уверен, что это будет период шансов и веков возможностей. Масштабный план от коалиции на осень таков. Восени мы должны эффективно работать, ухвалить низко важных решений, которые касаются национальной безопасности, экономики, финансов, реформ, евро и отличного выбора Украины. Среди других, на эту осень мы должны проголосовать за новую центральную выборную комиссию. Радикали требуют взяться за социалку. Ключовое – это цены на газ, это требует увеличения заработных плат. Мы требуем изменения в бюджете, чтобы восстановить харчевание детей в школах бесплатно. Радикальная изменения экономической политики, чтобы было зацикавлено, выгодно работать в Украине, а не торговать сировой и дешевой рабочей сценой. Но депутатам явно не до этого в кулуарах и под куполом только и разговоров, что о выборах. В зале не хватает голосов. Очевидно, что много кто уже занимается перед выборчей деятельностью. Уже к четвергу начинаются первые скандалы. Один из них спровоцировал сам спикер. За высказывания в телеэфире оппозиция требует его отставки. Спикер парламента, другого официального обличчяя государства, допустил прямое порушение закону про заборону нацизма в позитивном плане, сгадавши руководителя Третьего рейха. Если Андрей Володимирович добровольно не сдать свои повноважения, наша фракция оставит за собой право дать заявление к парламенту всех стран с объяснением этого гадебного случая. Кроме того, наша фракция зарееструвала постанову про звольнение пана Порубия за свои посадки за такое порушение закону. Явный дух выборов просачивается даже на улицу. Без скандалов, но с флагами и плакатами. Общественные активисты требуют принятия нового избирательного кодекса. Открытые списки и отмену мажоритарки. Депутаты соглашаются, мол, нужно. Мажоритарка на сегодня – это большое-великое зло для Украины. Мажоритарка, в принципе, не работает нормально в тех странах, где заработная плата складывает меньше, примерно, средне, чем 3 тысячи долларов. Потому что людей можно купить за деньги, за гречку, за подарки. Политичную рекламу, на моем глубоком предоставлении, нужно заборонить, как минимум, за три месяца до выбора. Но пока принимать кодекс не спешат. В документе несколько тысяч поправок, может быть, в октябре. Нужно назначить и новый состав Центра избиркома. Но с этим тоже оттягивают до следующей пленарной недели, возможно, договорятся. Кадровые вопросы по ЦВК должны быть закрыты, как такие, которые уже давно перезлили. Блок потрапит на первом этапе, кто выйдет на поступки и отменить от кандидатуры высунутою фракцию. Можливо, будут и другие варианты. Можливо, наши коллеги скажут, кто-то отменить от своей квоты. И мы сможем доподать и решить вопросы по оппозиционному блоку. Коллеги по коалиции явно взаимностью не отвечают. Отзывать своего кандидата не хотят. Пытание 13 табуреток и 14 желающих будет вычерпано. Что касается невыконания, можливого невыконания резолюции Парье, то я хочу нагадать, что у нас там залишаются еще два працівника, в которых каденция закінчивается. Там есть представник от свободы, но у нас такой парламентской фракции свободы сегодня нет. И это место может быть закреплено за тем самым позиционным блоком. Одним из ключевых законопроектов этой сессии и следующей пленарной недели могут стать изменения в Конституцию, внесенные на днях президентом. Гарант предлагает европейский курс и стремления в НАТО. Еще вычеркнуть формулировки о пребывании в Украине Черноморского флота России. Документ уже прошел комитет. Но обойтись можно и без этого уверенного позиции. Я закликаю напередодни початку всех этих выборов подписать всем политикам, которые балотуются на президентскую посаду, а также в Верховную Раду, меморандум о незменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, восстановление территориальной ценности и суверенитету Украины. То, что происходит с Конституцией, пытаюсь выривать из нее отдельные моменты. Конституция – это не тот документ, который можно постоянно править. Рассказы про мифическую, что сейчас нас примут в ЕС и НАТО – это просто избирательная кампания президента. Избирательная кампания – это то, что может отразиться и на бюджете. Смету страны правительство должно подать до середины сентября. И с этим вопросом премьер обещает не тянуть. Он должен быть балансированный, он должен быть правильный и реалистичный. Потому что за каждую цифру мы будем нести с вами ответственность. Бюджет на передние годы подвижных выборов – это тот документ, через который будут контролироваться финансовые потоки, как выполнение функций государства, финансирование пенсий, зарплат, бюджетников, строительство дорог, так и какие-то вещи, которые могут прямо или не прямо использоваться для покупки определенных групп выборцев. Для депутатов эта неделя точно, как разминка. Позаботились о жителях общежитий, усилили ответственность за вывоз леса Кругляка и упростили жизнь предпринимателям при прохождении таможни. А еще и сделали первый шаг к изменению военного устава. Привет для бойцов. Лишение принято. Слава Украине! Слава Украине! Как выборы повлияют на работу избранников и их решения, покажет уже первые принятые серьезные документы. Возможно, изменится политический расклад, а может и настроение самих избранников, ведь насущных проблем накопилось немало. Нужно ответственность уряда по вопросам, которые действительно турбуют людей, которые действительно для них важливые. Это, прежде всего, тарифы, это выплаты социальные, это формирование бюджета справедливого, а не формирование бюджета полицейской страны. И мы будем от этого требовать. Не исключено, что для получения бонусов и дополнительных симпатий о маленьком украинце из далекой глубинки все-таки вспомнят. Пока же ясно одно – можно запасаться попкорном. Сериал «Выбор» начинается. Елена Зорина, Ксения Барвиненко, Мария Анна Бурякова, Владимир Дедов, Василий Миновщиков и Вадим Сверидонов. Подробности недели – телеканал «Интро».